Делегация администрации города Сухум во главе с Песланом Эшпо прибыла в столицу Чувашской Республики Чебоксары вечером 4 апреля. Делегация будет находиться с рабочим визитом в Чебоксарах два дня, в течение которых будут проведены различные встречи. 6 апреля намечено подписание соглашения по вродимстве между Сухумом и Чебоксарами. 5 апреля в торгово-промышленной палате Чувашской Республики состоялась встреча делегации администрации с представителями деловых кругов республики. Во встрече приняла участие замминистра сельского хозяйства Чувашии Инна Волкова. Президент АПП Республики Игорь Кустарин приветствовал делегацию Абхазии. Он напомнил, что члены ТПП Чувашии по приглашению ТПП Абхазии посетили нашу республику в 2016 году. Он отметил, что остались самые добрые воспоминания о поездке. Председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по экономической политике и инвестициям Максим Младилов не раз бывал в Абхазии. Он отметил, что у предпринимательского сообщества Чувашии Абхазии есть много взаимно интересных проектов и выразил уверенность, что после нынешней встречи их будет гораздо больше. Здорово, что наши города будут попросимы. Хочу пожелать нам с вами очень трудопорных два дня работы, встреч и, конечно же, хороших результатов и экономических, ну и в плане знакомства, и в плане будущего. В своем выступлении мэр Сухума Беслан-Эшпа отметил теплый прием, организованный руководством столицы Чувашии. Уважаемый Игорь Владимирович, уважаемые коллеги, нам очень приятно находиться в вашем городе, столице Чувашской республики, городе Чебоксары. С первого появления нашего здесь нам очень теплый прием организовали. Вчера пролетели и вот начались наши два рабочих дня. Действительно, график очень плотный. Как вы знаете, у нас завтра подписание соглашения по братьевских отношениях наших городов, и мы абсолютно уверены, что в развитии этого соглашения у нас будет очень много деловых контактов. И мы думаем, что вот сейчас, посмотрев вашу презентацию, уже проявили, так скажем, мой интерес, сразу могу сказать, по тем направлениям, которым мы сможем двигаться совместно. Я уверен, что соглашение, которое мы подпишем, даст серьезный толчок к развитию этих отношений. Чебоксары – крупный промышленный центр, входит в десятку лучших экологических городов России. По индексу качества городской среды занимает шестое место в России и первое место в Приволжском федеральном округе. Экспорт продукции предприятий города Чебоксары в Абхазию по итогам 2020 года составил 70 миллионов долларов. Из них 24,5 миллионов – это продукция предприятий агропромышленного комплекса. При этом предприятия города экспортируют в Абхазию около 3% своего экспортного продукта. Об этом на встрече рассказал начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей администрации города Чебоксары Сергей Петров. Основные предприятия экспортеры города – фабрики «Вавилон», «Акконт», фирма «Смак», производитель мороженого «Волга Айс», «Челябинский ликероводочный завод», «Чебоксарский мясокомбинат», «Чебоксарская макаронная канидерская фабрика», «Молокоперерабатывающие предприятия» и другие. Заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчи презентовал инвестиционный потенциал города Сухум. Он рассказал о предприятиях, функционирующих в столице Абхазии, о существующих налогах в республике, условиях ведения предпринимательской деятельности. В ТПП Чувашии около 400 членов, присутствовавшие на встрече бизнесмены, заинтересовались инвестиционным потенциалом Сухума. При этом отмечали, что им важно знать, что будут иметь дело с партнерами, у которых прозрачный бизнес. Мэр Сухума отметил, что о благонадежности того или иного предприятия можно получить всю информацию в Департаменте экономического развития при администрации Сухума или в ТПП Абхазии. У ТП Чувашии есть прямые контакты с ТП Абхазии. То есть вы независимо от администрации города можете всю эту информацию получить. Первое. Второе. У нас есть в администрации города Департамент экономического развития. Леон Гурамович совмещает должность заместителя главы администрации и руководителя Департамента экономического развития. Вся база данных, потенциал всех предприятий, которые зарегистрированы, так или иначе действуют на территории столицы, они, в принципе, у нас все на виду. Поэтому благонадежность того или иного предприятия или предпринимателя вы можете в очень оперативном порядке навести справки. У нас еще к тому инвестиционному соглашению есть отдельное соглашение с Российской Федерацией о поощрении и поддержке инвестиций и бизнеса. Отдельное соглашение есть между нами, Российской Федерацией. Мы имеем в виду на уровне межгосударственных соглашений. У нас очень много есть стимулирующих факторов, просто не все ими пользуются и не все о них знают. Поэтому эти инструменты есть. Помимо надежности партнера, помимо этого еще есть и государственные механизмы, которые можно использовать в этих вопросах. Поэтому милости просим. Президент ТПП Чувашии поблагодарил мэрию Сухума за откровенный разговор. Очень откровенный, вызывающий уважение разговор. Получили прямые контакты, чтобы посмотреть, с кем можно сделать бизнес. ТПП готова оказывать всяческую помощь в этом предпринимателям, сказал, завершая встречу Игорь Кустарин. После встречи в ТПП делегацию администрации Сухума встретили на предприятии группы компаний ВНИР. Гендиректор ВНИР «Прогресс» Павел Литвиненко рассказал о новейших разработках института. Смысл этого изделия простой. То есть, к любой спутниковой станции подключается или аналоговым ходом, или цифровым ходом. И ваша станция защищена от помех. Первое – это кибербезопасность. Любой там тинейджер с программой за 500 долларов вам не навредит. Второе – это постоянный спутниковый сигнал, который вы принимаете в условиях реального времени. И третье – вы всегда можете отслеживать, где находятся ваши скорые помощи, пожарные машины, машины специального назначения и так далее. То есть, это не 21 век, а уже, наверное, 21 с половиной. Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с опытным производством – ведущий производитель систем релестрой защиты и автоматизированных систем управления подстанцией, а также электротехнического оборудования низкого, среднего и высокого напряжения. Институту 60 лет заметный объем работ выполняется по программам крупнейших энергетических компаний России. ВНИИР сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными специалистами и научными центрами. Производимая продукция проходит процедуру сертификации для поставки на объекты «Газпрома», «Роснефти» и других крупных компаний. Во ВНИИР рассказали о продукции, которая могла бы заинтересовать потенциальных партнеров, о комплектных трансформаторных подстанциях, внутренние и наружные установки, о закрытых распределительных устройствах, плочномодульных зданиях, о центре моделирования электроэнергетических систем, о распределительных устройствах низкого напряжения и многом другом. Мы покажем более приземленные вещи, которые влияют на работу городских систем, районных систем и так далее. Например, районные диспетчерские пункты, межрегиональные. И, соответственно, ведется архив и всегда можно проанализировать, если произошла какая-то авария, то есть его причины, но и то, чтобы наказать, а для того, чтобы максимально быстро выявить поврежденные элементы на архивной системе. Компании группы ООО «НИР» выполняют работы как проектирование, поставки оборудования, изготовление и уже пуска наладки оборудования на обеде. То есть полностью в сопровождении течения всего жизненного цикла и в рамках сервисного карантинного после карантинного обучения нашего. Костям показали и музей в НИР. На стенде висят фотографии почетных костей Института, среди которых и президент России Владимир Путин. Песлан Ашба оставил запись в книге почетных костей. Затем делегация Сухума побывала и в Музее истории трактора. В этом же здании гостям провели презентацию коммунальной техники. Представители компании ДСТ «Волга» и ООО «Четра» рассказали мэру Сухума о возможностях использования мини-погрузчика «Четра МКСМ» в коммунальном хозяйстве города. Это незаменимый помощник в благоустройстве, отмечают производители. 50 вариантов навесного оборудования позволяют машине проводить большой спектр городских работ. От очистки улиц до посадки деревьев. Песлан Ашба интересовался техническими характеристиками погрузчика, а также наличием сервисных центров в южных регионах. Хозяева продемонстрировали возможности «Четра МКСМ» в работе при уборке снега. Линейка мини-погрузчиков «Четра» серии А была выведена на российский рынок в 2012 году. Особенностью мини-погрузчиков являются компактные размеры и бортовой поворот, обеспечивающие высокую маневренность и производительность машины там, где не справляется крупная техника. Мэру столицы Абхазии предложили лично оценить обновленную кабину мини-погрузчика. Песлан Ашба отметил комфорт и удобство кресла оператора и современный дизайн машины. Мадин Абганба, Пресс-служба администрации города Сухум, Чебоксары, Чувашская республика.